МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Арбуз я беру по 10 рублей. Но цены мне нравятся вообще. Ну, хорошие. Образец работы с углем. На новочеркасской ГРЭС запущен новый энергоблок. Экологичный и экономичный. Регион с введением 9-го энергоблока стал таким энергодонором. Затянувшийся старт. Первый в сезоне матч ростовского СКА длился 2 часа. Плюс серия пенальти. СКА Ростов-на-Дону должен закончить в пятерке лидеров сезон. С несанкционированной торговлей у дорог областной департамент потребительского рынка борется с организованными сельскохозяйственными ярмарками. Они удобнее и продавцам, и покупателям. Условия для работы лучше, продукция проверенная, а цены ниже. Бесплатным довеском к своей продукции продавцы предлагают рецепты национальных блюд. На родине Иши Розия в Грузии тыква, например, не овощ для каши, а лекарства от всех болезней. Это снимается здесь, внутрь наливаем мёд и после недели принимаем каждое утро ложку, положку. Она лечит весь организм. Выходит, можно заменить привычную нам редьку. Цены на донскую продукцию здесь заметно ниже. Реализаторы работают напрямую с производителями. Такие сезонные придорожные ярмарки, как это в Оксайском районе, оборудованы по всей области. Стилистическое решение соответствует бренду «Сделано на дону». И торговать здесь можно спокойно. У них уже нет страха, когда они видят любую подъезжающую машину. Им кажется, что это контролирующие органы, которые сейчас будут их штрафовать за несанкционированную торговлю, поскольку ранее не были обеспечены условия для организации цивилизованного придорожного сервиса. Тем, кто торговать цивилизованно не хочет, грозят штрафы. До 10 тысяч рублей для частника и до 90 для предпринимателей. Олеся Слынько, Юрий Бабенко, «Надону». Первые лица «Надону». Василий Голубев поздравил коллектив новочеркассской ГРЭС с началом эксплуатации нового 9-го энергоблока, работающего по уникальной для России технологии. 9-й энергоблок строили почти 6 лет. Применили самые современные технологии, потому и стоимость объекта получилась немаленькая. За эти деньги можно построить аэропорт. Объем инвестиций – 37,5 миллиардов рублей. «Стройка началась в августе 2010 года, завершилась за этот период. В этом году для объекта такой сложности – это приемлемый инвестиционный цикл». Здесь впервые в России используют технологию циркулирующего кипящего слоя. Она экологична по европейским стандартам и может использовать топливо низкого качества. Любой уголь сгорает полностью. Спрос на низкореакционные донские угли заметно вырастет. Энергоблок дает новые возможности для развития донской промышленности и коммунального хозяйства. «Повышается надежность решения этих всех проблем. И не только здесь. Тот же Тор, Буково, там тоже нужно развивать коммуналку. И без необходимого обеспечения электроэнергии практически эти вопросы не будут решены». Примечательно, что оборудование для энергоблока местного производства. От Таганрогского завода «Красный котельщик» губернатор назвал Новочеркасскую ГРЭС образцом развития угольной генерации. «Регион с введением 9-го энергоблока стал энергодонором. Почти половина из того, что производится сегодня энергетика на территории области, используется в Ростовской области. Остальное мы продаем в другие регионы». Василий Голубев провел совещание по развитию электроэнергетики и вручил сотрудникам предприятия областные награды. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Надону. Губернатор провел видеосовещание с правоохранительными и главами муниципалитетов, где обсуждались меры безопасности во время сентябрьских выборов в Госдуму. Все избирательные участки должны быть оборудованы кнопками вызова полиции, пожарной сигнализацией, бесперебойным электропитанием. «Выборы – это важнейшее государственное событие, но очень важным является то, что люди должны быть спокойны, уверены и видеть, что власть и соответствующие структуры свои функции выполняют. Мы уже на подготовительном этапе должны исчерпывающие меры принять для обеспечения качества подготовки и проведения выборной кампании». Губернатор поручил главам городов и районов лично проверить избирательные участки, расположенные выше первого этажа. О главе обл. избиркома обеспечить всех, кто не сможет проголосовать на участки, открепительными удостоверениями. Первый зам губернатора Игорь Гуськов обнадежил обманутых дольщиков. На пресс-конференции он рассказал об изменениях закона, защищающего их права. Теперь инвестор, готовый достроить проблемный дом, сможет получить в аренду земельный участок без торгов. По договору инвестор обязуется завершить строительство за три года. Порядка пяти объектов таким образом уже достраиваются. Кроме того, разморожена норма закона о предоставлении субсидий. «Эта норма позволяет из областного бюджета выделять субсидию как обманутым дольщикам, которые объединили в жилищно-строительные кооперативы, так и инвесторам-застройщикам сумму на подключение к инженерным сетям». На сегодня в областном реестре проблемных объектов 25. 21 в Ростове, 3 в Батайске и 1 в Таганроге. Обманутыми считаются около двух тысяч дольщиков. Политика на Дону. В пресс-центре Дон-Медиа продолжаются еженедельные предвыборные дискуссии. Эксперты, депутаты Госдумы, областного Заксобрания и политологи обсудили итоги работы Государственной Думы 6-го созыва. Самыми удачными из множества принятых Госдумой законов эксперты считают законы о деятельности коллекторов, отмене мобильного рабства, промышленной политики. Особенно заметны результаты принятия федерального бюджета на 2016 год. Бюджет позволил сегодня под тем направлением импортного завершения повысить рост промышленности на 10%, пищевой промышленности на 12%, и самое главное, агропромышленный комплекс, который важен для Ростовской области, увеличение произошло на 6,8%. По мнению участников дискуссии, доверие избирателей Госдумы можно повысить, если обсуждать с ними все законопроекты. Надо начать работать с народом. Госдума, на мой взгляд, очень хорошо отработала внутри. Теперь надо понять, что очень важно отработать наружу, преподнести результаты своего труда, преподнести свои задачи и рассказать понятным языком. Среди плюсов работы 6-го созыва – приход партий к общим решениям. Несмотря на оживленные дискуссии, которые проходят по актуальным проблемам развития страны, в то же время по базовым вопросам существования нашего общества, по базовым основам внешней политики, по базовым национальным интересам, существует консенсус, это очень важно, это залог стабильности и демократического развития нашей страны. За пять лет в Госдуме рассмотрено порядка полутора тысяч законов. Сабина Бондарь, Юрий Санкин. На Дону. Областной избирком провел встречу с правозащитными организациями Дона. Говорили о подготовке к сентябрьским выборам и их общественном контроле. Обл. избирком призывает все правозащитные организации Дона к сотрудничеству. Предлагаем стать независимыми контролерами избирательной кампании. Здесь сейчас сидят те представители правозащитных организаций, которые, как я себе представляю, не связаны прямо ни с одной из политических партий. То есть не связаны непосредственно с игроками в этой политической битве. И ваш голос является чрезвычайно важным, потому что он может быть единственный голос с объективной оценкой. В единый день голосования, 18 сентября, будут задействованы все территориальные избирательные комиссии и больше 2,5 тысяч участковых. И тут должны серьезно поработать общественные правозащитные организации. Мы сегодня здесь собрались, чтобы обсудить, так сказать, со всеми гражданскими силами стратегию контроля, мониторинга избирательного процесса в данном избирательном цикле. Общественная палата является инициатором построения гражданского общества. А гражданское общество – это как раз люди, которые должны выразить свою точку зрения, придя на участок. Выборы в Ростовской области становятся все более прозрачными, чистыми и, главное, подконтрольными общественному наблюдению, отметили эксперты. Во многом благодаря независимым наблюдателям. В роли арбитра участников избирательного процесса выступают избирательные комиссии. Это мы поднимаем руку победителю. Но где-то должно быть экспертное сообщество, которое должно сказать, честно ли ведут себя на поле игроки и честен ли сам арбитр. Я не боюсь этой вашей роли рядом со мной. Она полезна и нужна обществу. Донской регион – один из немногих, где доказанные нарушения на выборах сведены к минимуму. Но совершенствовать системы контроля нужно постоянно, подытожили встречи участники. Галина Белоусова, «На Дону». Ростов-на-Дону. Сотни литров ухи, съемки фильма и народные ярмарки. В Ростове с размахом отметили День реки Дон. Одной из основных в этот день стала киноплощадка. Год кино все-таки. И каждый может почувствовать себя актером. Взмахи старинным клинком под современную музыку привлекают прохожих не меньше, чем товары на ярмарке рядом. Здесь снимают кино. Актеры – любопытные зрители. Проходишь кастинг и попадаешь к опытным гримерам и костюмерам. Мы решили вот людей забросить в 13 век во времена Евпатия Калаврата, во времена Древней Великой Руси, чтобы держали все вместе. Организаторы готовились основательно. Выписали настоящие декорации с Мосфильма. Там фильм о битвах Калаврата с монголо-татарами недавно сняли. Актеры увидят себя позже в интернете, ну а те, кто под прицелы камер не попал, могли недовольство заесть. Уха – азовская, с водкой и без – главный козырь праздника. Несколько поколений казаков делятся рецептами. И у каждого тот самый, единственный и правильный. Щерба – это то, что в последнее время называют ухой. Там, где присутствует картошка, картофель, крупа. А уха, она подается даже не как суп в тарелке. Мясо подается отдельно на тарелке, а пьют уху из кружки. Единственный секрет Олега Арапова – побольше рыбы. За 30 лет готовки рецепт ни разу не подвел. Причем готовить уху научился не на Дону и не у местных казаков. Помог знакомый капитан дальнего плавания. Гости, отведав блюда, намекают на развитие гастрономического туризма. Кто хоть такой туз лук, кто-нибудь знает, что без туз лука ухи же не бывает. Соленый арбуз. Что в Петербурге подумают, как арбуз солить? А вот пусть посмотрят. Чтобы помимо желудка радовался и глаз туриста, на набережной возведут часовню. Первый камень уже заложен. Кстати, этот кирпич – частица кафедрального собора. Врата Ростова, так назовут часовню, появятся в ближайшее время. Она будет продолжением пешеходной, а с этой стороны ниже рынка, пешеходно-дорожной части набережной. Но я думаю, она тоже будет символом, который также будет украшать город Ростов. Она небольшая. Появится и в городе музей Ростова. Решение о его создании планируют принять в августе. По задумке, большинство экспонатов принесут сами ростовчане. Юлия Карасюк, Станислав Фоменко, Надону. Полностью легализовать торговлю в Ростове. Такую задачу ставит перед собой городская администрация. Сергей Гурбань не смог обойти проблему даже во время торжества, поздравляя лучших работников торговли с профессиональным праздником. В городе порядка двух тысяч нестационарных объектов. И все эти лотки и стихийные рынки должны быть приведены в цивилизованный вид в ближайшее время. Ну, левитзаговать его тоже надо правильно. Вот если первый год мы еще терпим, что он находится в том состоянии, в котором есть, то следующий год хотя бы должен быть, вот как возле Дворца спорта сделали, хорошую цивильную ярмарку. Среди награжденных – руководители ростовских рынков. К Мундиалю их задача – завершить перестройку и достойно встретить гостей. Мы выросли с комплекса лоточной торговли. Вот, с ларьков. Сейчас это магазины, светлые торговые прилавки. Вручив памятные медали в 185 лет Байкову Андрею Матвеевичу, почетные грамоты и благодарности, городоначальник отметил, если у торговли все будет хорошо, то и вся экономика Донской столицы выстоит. Субботний рабочий объезд городоначальника был разноплановым. Сергей Горбань поздравил новоселов многоквартирного дома, корабля на набережной, и понаблюдал за борьбой лучших маляров-штукатуров. Встречают по одежке – это относится и к малярам. Сначала жюри оценивает внешний вид конкурсантов и состояние инвентаря, а уже потом – знание и мастерство. Елена Курдюкова – маляр потомственный. Главным в работе считает скурпулезность вплоть до занудства. В малярке очень много мелочей, которые, в принципе, кажутся неважные. Но это все отражается на качестве. Ну, даже, там, какой скотч нужно взять, там, фирма, какая у тебя кисточка, у тебя валик. Оказалось, что лучшие в этой профессии – женщины. Такие бригады заняли второе и третье места. Но все-таки еще лучше, когда им помогает мужчина. Победителем стала смешанная пара из Первомайского района. От покраски к готовому дому. На набережной открыли новую высотку «Адмирал» на 252 квартиры. У здания с видом на дон – две секции – 20 и 24 этажа. Дом строился в таких очень тяжелых условиях. Сделать здесь и парковки, сделать и комфортный такой маленький двор. И вообще создать красоту дорогого стоит. Вот здесь, где мы стоим, под нами естественная дрена. Сергей Иванович сказал, 25-26 метров сваи ставили, 630-й размер по диаметру. Ну и возведение каркаса. Очень маленькая была площадка. Но собрались. К нам нареканий город не представлял. Недалеко от адмирала Ушакова, в честь которого назван многоквартирный дом, эта же строительная компания возведет самое высокое здание в Ростове – в 32 этажа. Ассо Скрынникова, Станислав Фоменко, Надону. Участок ростовской тепломагистрали номер один на улице Зорге перекладывают новыми современными трубами. По этому трубопроводу запитаны 3000 абонентов на западном и в центре. Важно, что никто из них неудобств не почувствует. Горячую воду не отключают. При производстве работ не отключаются абоненты сегодня от горячего водоснабжения, что немаловажно. Переподключение ведется как многоквартирных домов, детских садов, больниц и иных учреждений на имеющиеся другие теплотрассы. На протяжении 300 метров трассы демонтируют старый и укладывают новый трубопровод. Современные технологии обещают, эти трубы не боятся коррозии и лучше сохраняют тепло. В слой пены идет антикоррозийная оболочка. То есть вода туда просто-напросто не проникает, она не коррадирует. Это первое и основное. И второе, она, грубо говоря, не намокает, за счет чего теплопотери остается на том уровне, как она новая. Сколько бы она ни стояла, соответственно, коэффициент теплопроводности у этого материала будет оставаться прежним, если он не намок. Монтажные работы на этом участке должны завершить через две недели. И обещают, обновленная тепломагистраль прослужит не меньше 25 лет. Новое управление в администрации Ростова может возглавить профессор из Великобритании. Наталья Анастасьевна, выпускница Ростовского госуниверситета. С 80-х годов живет и работает в Англии и является ведущим экспертом в области использования высоких технологий. Ростову она предложила современные решения озеленения, транспортной логистики. Чему еще нам стоит научиться у британцев? Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону? Я затрудняюсь ответить, чему мы можем научиться у Великобритании. Наверное, мы можем поучить чем-то, Великобританию, нашему южному гостеприимству, хорошему настроению, южному темпераменту. Я так считаю. Специалисты за границей, я считаю, всегда лучше, чем даже у нас, которые есть. Я думаю, всегда можно чему-то научиться у людей, которые приезжают. Они всегда более как-то профессионально, мне кажется, подходят к делу. Не знаю, может быть, какую-нибудь манеру поведения другую. Порядку на улицах, чистоте, скорее всего, вот это могут. И учиться всегда очень полезно. Мы как раз об этом говорили, что учиться всегда хорошо. Если что-то нам будет на пользу, то это же хорошо. Я думаю, что они только могут хорошо нас научить английскому языку. Это мое мнение. Научить правильно пить чай. А, ну, в принципе, да, чайная церемония, да. Это хорошо будет им. Жители Дона смогут получать архивные справки, услуги пенсионного фонда, а предприниматели консультироваться и получать перечень документов для получения микрозайма. Новые услуги появятся в МФЦ в следующем году. В Ростовской области утвердили план развития сети многофункциональных центров до 2018 года. В плане до 2018 года заложена такая схема предоставления услуг. Мы начинаем сравнивать услуги электронные с услугами, предоставляемые через МФЦ. И, по сути дела, сегодня услуги, предоставляемые МФЦ, априори становятся электронными. И как раз мы говорим, что гражданин может подать заявку через портал, получить услугу в МФЦ. В августе запустят новую программу дистанционного обучения сотрудников МФЦ в сельских поселениях. Ростовская область станет первым регионом, внедрившим эту систему. Система интересна тем, что в ней предусмотрены программы обучения абсолютно для всех работников, начиная от обслуживающего персонала МФЦ и заканчивая руководителем МФЦ. Для каждой категории подбирается своя определенная программа. Нововведение повысит качество обслуживания. Основной упор сделают на взаимодействие с посетителем, чтобы удобство получения услуги повышало ему настроение. На Дону подводят итоги единого госэкзамена. 60 донских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, а несколько человек набрали максимум сразу по двум предметам. Свои знания в этом году показали 18 тысяч человек. Важный показатель – это рост высокобальников. Высокобальные работы – это работы выше 80 баллов. Это работы отличные. И в этом году у нас 5000 таких работ по всем предметам. Это на 1000 больше, чем в 2015 году. Все больше выпускников выбирают предметы естественно-научного цикла – физику и химию. Самым популярным предметом остается естествознание. А лучше всего школьники сдали русский, английский и информатику. Единый госэкзамен показал, что знания выпускников Ростовской области на высоком качественном уровне. Особенно это характерно для нашего города, Ростова-на-Дону. Были, правда, и те, кто не смог набрать даже минимального количества баллов. Таких на Дону 264 человека. Апелляции поданы на результаты 1% работ. Но большую их часть комиссия оставила без изменений. В Новочеркасске капитально отремонтируют крышу Ледового дворца. По предварительным расчетам это будет стоить более 9 миллионов рублей. Губернатор распорядился выделить деньги из областного бюджета. Этот Ледовый дворец был построен в 2007 году и стал тренировочной базой по фигурному катанию и хоккею для детско-юношеской спортивной школы. А покататься сюда приезжают жители Шахт, Оксая, Новошахтинска, Буково и Батайска. Далее другие сообщения с мест. В Миллеровском районе, как и по всей области, идет к завершению уборка урожая. Средняя урожайность на сегодняшний день с учетом ячменя, ярового, который мы уже выбрали, 48 центеров. Это, конечно, для северо-западной зоны и для нашего района это приличный урожай. Такой результат получен благодаря внесению качественных удобрений, работе на хорошей технике. Да и погода помогает. Комбайнеров мотивировали высокой зарплатой плюс премии. К уборке подготовились вроде бы нормально. Созданы условия отличные, вовремя кормежка. Подвозят в поле все это вовремя, всегда свежее. Урожай неплохой, стараемся убрать без потерь. В Октябрьском районе открыли после капитального ремонта восстановительное реабилитационное отделение Центральной районной больницы. Здесь взрослые и дети получают пять видов медицинских услуг. Аппаратная физиотерапия, теплолечение, парафин, азокерит, лечебная физкультура, водолечение и массаж. Отделение оснастили самым современным оборудованием. Появились аппарат для ударно-волновой терапии, прибор для стимуляции мышц, устройство электромагнитной терапии, инфракрасная сухая ванна и многое другое. Переоборудован новыми аппаратами и зал для лечебной физкультуры. В Матвиво-Курганском районе продолжают трудоустраивать школьников на время летних каникул. Данил Поли мечтает стать музыкантом, уже умеет играть на гитаре, с нового учебного года пойдет в класс фортепиано. А пока здесь, в детской школе искусств, красят стены. Мне захотелось посмотреть, попробовать свои силы. И все-таки уже надо с чего-то начинать. За июнь районный центр занятости трудоустроил две сотни подростков. Кто-то хочет больше физически работать, кто-то с детками, кто-то с документами. Мы подберем работу всем. Валерия Кузьмич захотела работать поближе к книгам в библиотеке. Здесь она поливает цветы, моет полы, протирает пыль, а в свободное время читает. Мне мама предложила. И вообще я сама хочу, так как пора уже самой зарабатывать деньги. И мне самой интересно. Школьники работают от двух до четырех часов в день. Спорт на Дону. Футболисты ростовского СКА стартовали в новом сезоне победой. Причем полноценно кубковой. Матч со Ставропольским Динамо дошел до серии пенальти. И забивать пришлось даже вратарю. За день до официального старта сезона армейцы в полном составе предстали перед болельщиками. Все желающие могли задать вопросы футболистам и руководителям клуба. Конечно, многих интересовали амбиции команды. Задача на новый сезон следующая. Футбольный клуб СКА Ростов на Дону должен закончить в пятерке лидеров сезон 16-17 года. Пятеро новобранцев клуба получили игровые футболки. По традиции сезон армейцы открывают кубковым противостоянием. В этом году соперником стала Динамо из Ставрополя. И уже на 13-й минуте гости открывают счет. В СКА знаем, знаем ребят, которые играют. С кем-то я работал, тренировал, можно так сказать. Поэтому команда была не новая, мы представляли, как играет СКА. После этого хозяева набирают обороты и раз за разом опасно проходят оборону соперника. И уже через 10 минут после подачи углового Фархад Гестаров забивает ответный мяч. Во втором тайме динамовцы вновь выходят вперед. И ростовчанам удается спастись на флажке. В добавленное арбитром время Евгений Лазарев отправляет мяч в сетку с шикарным обводящим ударом со стандартом. Кульминацией кубкового поединка серия послематчевых пенальти. Ее героем становится армейский кипер Ростислав Солдатенко. Наш вратарь отразил два пенальти и сам забил. СКА продолжает борьбу за Кубок России. Сегодня могла победить любая из команд. Любая. Могли победить мы, могли победить и соперники. Естественно, вратари хорошо сыграли в серии пенальти. Ну, видно, это лотерея и нам удача улыбнулась. В общем-то, как-то так. В чемпионате армейцы стартуют четверг. В первом туре примут в Батайске «Динамо-легион» из Махачкалы. Роман Саганов и Юрий Бабенко на Дону. Завтра на Дону первый в истории донского футбола матч Лиги чемпионов. В половине десятого вечера на стадионе «Алим-2» начнется встреча Ростова с бельгийским клубом «Андерлехт». На сегодня это все новости. В студии была Галина Горлова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго».